В Десногорске практически во всех домах есть мусоропроводы. Для счастья жителей это удобно, ведь не нужно выносить мусор на улицу. Хотя другая часть жителей считает, что это рассадник антисанитарии. И вот, по слухам, мусоропроводы могут заварить. Типовая многоэтажка Десногорска. Мусоропровод на каждой лестничной площадке в нескольких шагах от квартиры. Чисто, светло, без резких запахов. Действительно ли это устройство может вызвать недовольство жителей? И вот, пара несложных манипуляций и Елена Алексеевна привычным движением отправляет то, что и не нужно, в последний путь. Столько лет уже были мусорки, они у нас нормально, очень удобные. Заваривать их не надо, потому что удобно вынести мусор. А во-вторых, если заварят, то, извините, будет ужас. Ужас будет. Очень много будет мусора, будет на улице очень мусор. Люди не будут выносить, это однозначно. Будут ли жильцы выносить отходы в уличные мусорные баки? Вопрос действительно спорный. Многим одного ли желания будет недостаточно. Пожилым людям подобные лишние физические нагрузки явно не пойдут на пользу. Это глупо, заваривать мусоропровод. Сначала надо приготовить место, куда выносить мусор, а потом уже заваривать. Поэтому я против. Я думаю, что мусоропровод надо оставить. И тем более, раз вывозят каждый день, это очень превосходно. Знаете, у нас в Рославле раз в неделю вывозят, а то бывает и раз в две недели. Но там стоит ванизм, тараканы, крысы, мыши. Сплоченность во мнении не оставляет сомнений. Привычная бытовая услуга не только не вызывает неудобств, но и необходима для комфортного проживания большинству жителей. Тем не менее, с вопросом об изменениях в сфере обращения с отходами, мы обратились в управляющую компанию. Хотелось бы успокоить жителей. Ни о каких решительных, революционных переменах в обращении с мусором сегодня речи не идет. Мусоропроводы закрывать никто не собирается. Заполнять наши дворы бесчисленными мусорными баками никто не собирается. Наличие такой конструкции – это не только благо, но и ответственность. Мусоропроводка к местопотенциальной повышенной опасности требует регулярного обслуживания соответствующим кадровым составам. Проводятся регулярные обработки и от насекомых, и диротизация, то есть борьба с крысами производится. При возникновении каких-то ситуаций, которые требуют дополнительного вмешательства, мы проводим дополнительные обработки сверхрегламентных, которые у нас, соответственно договорам, осуществляются на регулярной основе. Экологическое благополучие жителей останется на том же уровне, ничему этому не угрожает. Перемены в новом году наверняка коснутся многого. Но зачем менять то, что работает без сбоев и на благо? Функционирование городской инфраструктуры, конечно, зависит от унитарных предприятий. Но мы, как потребители и жители нашего города, обязаны соблюдать элементарные правила пользования и безопасности городскими удобствами. И мусоропровод здесь не исключение. Олег Славаев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.